Их считали баловнями судьбы. Они были молоды, красивы и словно рождены для большого спорта. Они прославляли Советский Союз на футбольных полях, рингах, ледовых площадках. На них равнялись, им подражали, миллионы поклонников по всему миру аплодировали им, стоя. Но судьба повернулась к ним своей черной стороной. Спорт – одно из самых захватывающих зрелищ. Для зрителей спортсмены-сверхлюди, способные владеть своим телом, казалось бы, вопреки законам природы. Их состязания вызывают восторг, азарт, сопереживание. Но на гимнастку Оксану Костину смотрели иначе. Вся ее красота, все ее обаяние состоял именно в том, что она входила в поток музыки, в поток образа и несла с собой в художественной гимнастике искусство. Это была не просто гимнастика, не спорт. В моем понимании, это и есть художественная гимнастика, не просто набор элементов, а целая история на ковре. Этим она была необычна. Во-первых, она была очень хорошей спортсменкой. Во-вторых, она вот, какая-то светлость, вот от нее излучение какое-то было хорошее. Оксане Костиной на международной арене довелось выступать лишь три года. С 1989 по 1992. Не просто выступать, блистать. За три года 17 медалей крупнейших состязаний планеты. Из них 11 золотых. Два человека 80-90 лет проживет. Она прошла 20 лет такой жизни, калейдоскоп. И оставила о себе такой глубокий след, такую память. Не только в Иркутске, не только в России, но и в мире, как не каждому человеку удается. Это вот она, Бильгия написана. Такая золотая медаль. И это вот Европа. Она как личность, прежде всего, показала себя выдающейся спортсменкой и человеком. И, конечно, то, что судьба так ее трагично сложилась. С тех времен, я думаю, более трагичной судьбы я просто не помню. Оксана Костина всю свою жизнь прожила в художественной гимнастике. Наверняка то, что было до спорта, она не помнила, как каждый забывает свое раннее детство. А жизни после спорта у нее не было. 1992 год. Брюссель. Чемпионат мира по художественной гимнастике. Первый для нашей страны, проходящий не под советским, а под российским флагом. Разыгрывается пять комплектов наград в пяти дисциплинах. Главные претендентки на золото – 17-летняя болгарка Мария Петрова, 19-летняя белорусская Лариса Лукьяненко и 20-летняя россиянка Оксана Костина. О том, что Оксана после травмы все еще хромает, а значит, шансы на победу не слишком велики, знают только самые близкие. Тренер Ольга Буянова и врач Витальд Сивохов. Ахилл – это довольно такая неприятная травма, которая не дает возможности полную силу выступать. Поэтому, когда мы приехали в Бельгию, она думала, что ничего не получится, потому что приехали молодые, ретивые, все у них получается. Ей даже в гостинице для выхода в коридор требовалось собирать всю волю в кулак, чтобы не было и намека на прихрамывание. К спортсменке, которая и ходит, то с трудом судьи могли отнестись предвзято. А во время выступлений каждый выход на ковер требовал обезболивающих уколов. Но начинала играть музыка, Оксана преображалась, и замирали все – и в зале, и у телеэкранов. У нее как-то в лед было. Когда вот шел международный турнир, там экран большой, и мне кажется, она сейчас взорвется и полетит. Скакалка, обруч, мяч – одно за другим ее выступления становились золотыми. Она блестяще делала мяч. И вообще вот эти все перекаты, переходы, вот это все у нее лилось именно в мяче, как будто она с ним родилась и выросла, и как будто это ее часть тела. Мяч, конечно, мяч – это был ее лучший вид. Но все остальные виды она выиграла и делала очень здорово. Оставалось выйти в двух дисциплинах. Но Оксана просто исчезла. Ольга Буянова обыскала весь спортивный комплекс и нашла свою воспитанницу спящей в раздевалке. Продолжать борьбу Оксана отказывалась, заявив, что трех золотых медалей достаточно. Тренеру пришлось пойти на хитрость, сказать, что ее дисквалифицируют и отнимут то, что уже завоевано. Оксана все-таки вернулась на ковер и получила еще два золота. Она выиграла все. И на доборе, и отдельные виды. То есть она была просто принцесса на этих соревнованиях. Это великолепно. Это был чемпионат мира. Это было такое счастье. Пять золотых медалей. И она поднялась, и всем стало понятно, что она лучшая гимнастка мира. И она реализованная, и я. Люди вставали, и вот такое ощущение, что они носили ее на руках. И поэтому она поняла, что она нужна вот этому миру гимнастическому. Оксана Костина стала первой россиянкой, абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Ее достижение продержалось целых 17 лет. Так почему же спортсменка, которая так долго шла к мировому триумфу, чуть было не отказалась от него на полпути, спрятавшись в раздевалке? Сама она объясняла это болью в ноге. Но ведь плохое самочувствие Оксана умела преодолевать, как никто другой, с самого детства. И она была очень слабенькой здоровьем. Первый год наших занятий, она все время болела. Различные простудные, там, респираторные заболевания преследовали. И она все время, уже потом она стала приходить с температурой. И уже как бы понимала, что пропускать занятия в спорте – это очень плохо. В художественную гимнастику иркутчанка Оксана Костина попала в 1979 году, в 7-летнем возрасте. Вовсе не потому, что девочке очень нравился этот вид спорта, и даже не потому, что родители видели в ней какие-то особые задатки. На тот момент говорить о какой-то выдающейся иркутской школе художественной гимнастике было никак нельзя. Этот вид спорта существовал исключительно на энтузиазме молодых тренеров. Любовь Дорохина, биолог по образованию, занимавшаяся когда-то художественной гимнастикой в детской юношеской спортивной школе, была тем самым хорошим человеком, который заметил и привел в этот спорт маленькую Оксану. На одних соревнованиях в группе Любы Дорохиной, молодого тренера, я увидела 7-летнюю девочку Оксану Костину. Выступало очень много детей, наверное, больше 100 человек, но я ее увидела. А ведь много было девочек гибкие, растянутые. А у нее просто не только то, что она очень хорошо садилась на шпагат, и руки были мягонькие, и сама такая она была стройненькая, а у нее был очень умный такой вот взгляд, интересные, умные, поразительные глаза. Такая гимнастка, я подумала, может быть чемпионкой мира. Все мысли, которые промелькнули в голове Ольги Буяновой в день, когда она увидела Оксану, станут реальностью. Любовь Дорохина перебралась на Сахалин. И в 1983 году судьба привела 11-летнюю Костину в группу Ольги Владимировны. И, пожалуй, на этом моменте детство Оксаны закончилось. Начался тяжелый труд. По отношению к ней была как деспот, требовала от нее дисциплины безупречной, нарушение режима какого-то там веса или еще что-то смерти подобное. План, который был придуман на тренировке, она знала, что это невозможно поменять или как-то обмягчить, или вот это выполнялось так, как положено. Но это не было деспотизмом. Просто молодой тренер нашла спортсменку, из которой можно вырастить чемпионку. А спортсменка нашла тренера, который не даст свернуть с пути к вершине. Они были взаимозависимы и в равной степени шли на жертвы. Я отказалась от самого-самого святого для себя. Это семья и дети. Что маленький ребенок у меня родился, и я уже в год уехала, и редко его видела. Она отказывалась от всех детских прелестей жизни, юношества, прогулок всяких разных, дискотек. То есть мы понимали, что мы вообще хотим добиться. Работать приходилось очень много. Иногда место тренировок менялось ежедневно. То в пединституте, то в обычной школе. Хорошо, когда в спортивном зале, даже несмотря на то, что в нем не было ковра, а ведь бывало, что приходилось приспосабливать под тренировки просто длинный школьный коридор. Трудно себе представить, что так росла звезда мировой величины. Осложняло задачу еще и географическая отдаленность Иркутска от центрального региона, где проходила основная спортивная жизнь страны. И выезжать иркутским гимнасткам удавалось не более двух-трех раз в год. Так и вышло, что на первые крупные соревнования Оксана Костина попала только в 85-м году, когда ей исполнилось уже 13 лет. Это была спартакиада школьников в Саратове. Поехали мы на эти первые соревнования, и самолет задержался почти на сутки. И мы просидели в аэропорту, а когда приехали туда, нас поселили почему-то на какой-то плавучий корабль, который шатался. И, конечно, такая вот нагрузка. Оксаночка, конечно, там заболела. Но она сумела на второй или третий день убедила меня в том, что она может выступить хотя бы в одном виде программы. Как-то она себя так переворола, что болезнь отступила, и она вот выступала. Благодаря этому выступлению Оксану Костину заметили специалисты из мира художественной гимнастики. Не по возрасту артистично, невероятно музыкально. Она была девочка не с очень хорошими данными внешними, не высокого роста, фигуру оставляла желать лучшего. Были очень красивые ноги, очень красивые глаза. А все остальное было как-то такое немножко несуразное. Но ее внутреннее содержание, ее внутренние чувства, ее увлеченность музыкой, это дало ей возможность, чтобы люди, которые, судьи, которые на нее смотрели, забывали о ее каких-то недостатках. Этот лиризм, который в ней был заложен, и в ее упражнениях, с которыми она выступала, он затрагивал струны в душах. Поэтому ее помнят до сих пор. Оксану стали приглашать на различные соревнования и сборы. Но до высоких результатов она пока не дотягивала. Я не хотела бы идеализировать Оксану. У нее не было таких шикарных данных, знаете, такой какой-то переразгиб в суставах. И чтобы ей очень тяжело давалось, мы растягивались буквально 3-4 года, чтобы уровень у нас был. Бог дал ей вот эти духовные, но самый главный интеллект, конечно. Этот интеллект проявлялся во всем. В школе Оксана была отличницей. И это при ежедневных многочасовых тренировках. За 9 класса одни пятерки училась, занималась. С собой учебник физику, физику возили. Девчонки смеялись. Костя, ну ты что, у меня всех хочешь стать? Она девочке. Я не хочу уметь стать, но мне интересно. Я хочу знать. Какая-то она была не от мира всего. Оксана и вправду для своего возраста была слишком взрослой, слишком ответственной, слишком самостоятельной. В том же 85-м году она вместе с тренером поехала на первенство Союза в Кишинев. И там Ольга Буянова, которая к тому же была беременна вторым сыном, слегла с тяжелейшей ангиной. Рядом была только 13-летняя Оксана. И девочка взяла на себя и заботу о тренере, отпаивала Буянову горячим молоком и кормила фруктами, и собственную подготовку к соревнованиям. Все, что она самостоятельно выполняла на тренировках, тщательно записывала в дневник. Мне нравилось, что она вела дневники. И в этих дневниках описано все, что ей давалось, и проанализировано, как она это выполнила каждый день. Везде есть фразы, что ошибки надо искать только в самой себе. Не было никакого, что вот там судьи виноваты, или ее там как-то не так отсудили, не поставили какую-то оценку. Не поставили, значит, я не докрутила, не доделала, не поразила. Значит, я была плохо готова или не послушалась тренера. То есть шел глубокий анализ. Была ли в этом зрелая способность не перекладывать ответственность на других или наивность юной максималистки, трудно сказать. Замечала ли тогда Оксана, что в мире большого спорта свои неписанные правила и взаимоотношения? Что судьи и вправду порою несправедливы, а тренеры готовы пойти на многие ухищрения ради продвижения своих спортсменов. Тогда еще во всех этих хитросплетениях не ориентировалась даже тренер Оксаны Ольга Буянова. Позже она напишет в своей книге о том первенстве СССР. Это был в феврале или март 1985 года. Тогда разразился страшный скандал, связанный с Альбиной и Ириной Дерюгинами, с необъективным судейством. Будучи еще очень молодым тренером, я узнала, что в сборной Советского Союза все не так-то просто. Иногда сборная не помогает спортсмену расти. Это зависит от того, какие, так сказать, обычаи в сборной, кто там правит бал. Здесь некого винить и некого хвалить, потому что это каждый, так сказать, работает. Я говорю, что сборная может и помогать, и может и мешать. В некоторых случаях она мешает. Ну, я видела сама. Судей не только своих. Скажет, что ты подошла, ты, Оксаночка, не расстраивайся, у тебя все впереди. Ты настолько талантливая, у тебя все получается хорошо. А потом Дерюгина ее говорит, если ты ко мне не пойдешь, больше пятого места мы тебя не пустим. А она говорит, не надо, говорит, нам Иркутские пятое место хватит. Ирина Дерюгина. Трехкратная чемпионка страны по художественной гимнастике. Совершенствовать спортивное мастерство помогает Ирине ее мама, заслуженный тренер СССР Альбина Николаевна Дерюгина. Но никаким угрозам сбыться было не суждено. Вскоре Костина стала первой на всесоюзных соревнованиях в Пензе. Это была победа полная боли. Совсем незадолго до нее Оксана Костина и Ольга Буянова пережили тяжелейшую утрату. У обеих почти одновременно ушли из жизни отцы. Мне захотелось сделать в памяти о моем папе ее лунную сонату. Но я понимала, что это произведение совсем-таки не для такой маленькой девочки. И когда она делала это упражнение, я смотрела на лица судей, я видела восторг, удивление крайнее, что ребенок может отразить такие глубокие чувства. Она со слезами на глазах, она так показала гимнастику, что еще никогда так не выступала, в такой вес, кучу, говорит. Как будто зал был полностью длинноватый. Вот так она оттуда привезла первое место. Именно тогда, после победы в Пензе, Ольга Буянова начала вслух заявлять окружающим, что вырастет абсолютную чемпионку мира. Но пока к этим смелым высказываниям молодого тренера все относились скептически. Никто и не предполагал, сколько новаторских идей приходило ей в голову в отношении номеров своей ученицы. У нее был свой стиль. Совершенно свой стиль. Не похожий ни на кого. Я помню, это было про декабристов, что-то, когда их в Сибирь отсылали. Это было связано с этим. И она на какой-то момент приехала на сборы, и у нее лента была разрисована. Там были кандалы нарисованы. Вы видите, когда в рисунке вот так, когда лента работает, этого не видно. Она, в общем-то, пестрит, и все. Она рисовала. То есть она очень творческо ко всему подходила. Всем стало очевидно, что Буянова вырастила из Оксаны Костиной не спортсменку с тонким артистизмом, а артистку с великолепной спортивной подготовкой. Гимнастка вступила на путь славы. Он оказался крутым и тернистым. Все-таки никто не вступил. И даже родная ее Россия тоже за нее не вступилась. Естественно, Олимпиаду пропустить для любого спортсмена – это критично. Однажды, проходя по улице в Иркутске, Ольга Буянова увидела надпись «Театр пилигримов» и услышала музыку, льющуюся из подвальчика. Это был непривычный для тренера рок. Но он поманил, и она зашла. Так состоялось знакомство с Владимиром Соколовым. Я даже не знаю, как мне смелости хотела. Подошла, сказала, что я такая вот, тренер по художественной гимнастике, у меня есть прекрасная девочка, которая станет чемпионкой мира, я все время так говорю. А мне бы хотелось музыку, которой нет ни у кого. И я говорю, не могли бы вы мне помочь. Ну, он так удивился, он говорит, я даже не знаю, что такое художественная гимнастика вообще. Я говорю, ну, а вы сыграйте нам, может быть, что-то такое, что вот нам понравится, импровизацию, еще что-то. И вот что, не знаю, чем-то его заинтересовало. Эта встреча стала началом многолетнего сотрудничества. В основном под музыку Соколова Оксана выходила на свои главные в жизни старты. Время шло. Оксана Костина совершенствовалась и артистически, и технически. Нагрузки терпела невероятные. Ей до сих пор принадлежит негласный рекорд – 48 прогонов за тренировку. Оксана пыталась попасть в юношескую сборную страны. Тогда она встретила другую Оксану – Скалдину. В недалеком будущем жизнь еще очень жестоко столкнет этих двух гимнасток. Но тогда они были в равных условиях. В 87-м году должен был проводить юниорский чемпионат Европы по групповым упражнениям. И в 86-м году начали собирать команду от Советского Союза, и в молодежку как раз попали мы вдвоем с ней. И, к сожалению или к счастью, мы с ней не прошли. По росту, мы были такие мелкие еще. Наверное, это судьба, что мы именно вдвоем не прошли. Как правило, спортсменки с мировым именем к своим главным победам шли поступательно. Сначала побеждали на главных внутренних юношеских соревнованиях. Потом попадали в молодежную сборную страны. Дальше можно было претендовать на взрослое чемпионство в Союзе и попадание в состав основной сборной команды. Когда Оксане Костиной исполнилось 16, а в юношескую сборную она так и не прошла, можно было уже говорить о том, что в спорте высоких достижений ей делать нечего. Мы на тот момент были на 56-м месте. И как попасть в тройку в Советского Союза? И мне всегда говорили, что она, конечно, уже по возрасту никаким образом. Уже в это время дети 10-12 лет уникальные вещи показывали. Я тогда подумала, ну хорошо, ну не получается, может быть, там чемпионку мира сделать, но можешь же заниматься для души. Можно вот вывернуть наружу все, что есть во мне, вывернуть все, что есть в ней, и получить от этого огромное удовольствие и доставить удовольствие зрителям. Я думаю, что главная мечта – это найти свое место в жизни. Искать именно то, где ты себя почувствуешь на своем месте. Это банальные фразы, но это действительно так. Но судьба распорядилась иначе. Результаты Оксаны Костиной, которая не гналась за победами, а выступала теперь на соревнованиях для души, стали расти в геометрической прогрессии. Несколько стартов, и она поднялась в рейтинге с 56-го места на 25-е. Это дало ей право участвовать во взрослом чемпионате СССР, который должен был проходить в Красноярске. Когда мы туда приехали, она заканчивала школу. И речь шла о золотой медали. Перед этим мы с ней поговорили. Ну, она говорит, Ольга Владимировна, мне бы хотелось, конечно, быть архитектором. Ну, папа по этой линии у нее, папа. Она говорит, ну, здесь я, видите же, я как-то не попадаю, но бой ему, и мне уже возраст надо или там, или там. Я говорю, тогда давай уже, мы с тобой 8 лет занимаемся, к чему-то мы как-то должны свою карьеру закончить. Если на чемпионате Советского Союза занять 5-е место, позволяло быть мастером спорта международного класса. И мы к этому очень стремились. После первого дня соревнований Оксана оказалась на желанном 5-м месте. Теперь главное было удержаться. Но неожиданно оскорбленная низкими оценками олимпийская чемпионка Марина Лобач демонстративно покинула соревнования. А оставшиеся лидеры соревнований Марина Николаева и Лариса Медведева совершили ошибки. Оксана выступила стабильно, очень хорошо, с удовольствием для себя. То есть не мечтая попасть куда-то, а выполняя свою вот эту маленькую миссию, маленькую задачу, которую я ей поставила. Оксана стала третьей. Это было сенсацией. Призовое место у спортсменки, даже не входящей в элиту художественной гимнастики. А ведь чемпионат страны был отборочным туром на чемпионат мира в Сараево. Правда, золотая и серебряная призерки ехали гарантированно. Третье место еще можно было заменять. Оксана не имела опыта международных соревнований. Девочка без имени и авторитета. Это могло отразиться не только на ее личных результатах на чемпионате мира, но и на успехе команды. Тогда в спорткомитете приняли решение перед чемпионатом мира отправить Костину на международные соревнования в Португалию. И не зря. Оксана их выиграла. Мир заинтересовался новой советской спортсменкой. А в Союзе вопрос о том, кто поедет третий на чемпионат мира, уже не стоял. Поедет Костина. А в 89-м году так получилось, что гимнастки, которые до этого на лидирующих позициях, были Ася Кочнева, Марина Лобач, ну вот вся эта плеяда, они решили закончить. И, наверное, нам повезло. С Оксаной, я не знаю, и мы, в общем-то, приблизительно за три месяца попали в основной состав. И на чемпионат мира в Сарае в 89-м году мы поехали командой втроем. Оксана, я и Александр Тимошенко. Такой состав советской команды гимнасток закрепится на несколько лет. И в ней по какой-то причине Оксана Костина всегда будет оказываться третьей. А значит, полезной в командном зачете и лишней в многоборье, в котором могут участвовать только две спортсменки от страны. Может быть, в какой-то момент, так как мы четыре года выступали вместе и на чемпионатах Европы и мира, когда командное первенство мы всегда выигрывали, но из трех всегда попадали в многоборье две. Ну, как бы, как я помню, как я знаю, что всегда на какую-то ошибку допускал, поэтому с Сашей мы попадали почему-то в многоборье вдвоем. Просто я, наверное, немножко отличалась с большей стабильностью в какое-то время. Так произошло и на первом их чемпионате мира в Сараево. Костина пошла на выполнение рискованного элемента с лентой. Это сложный элемент, допустим, бросок. Под ним надо несколько раз перевернуться и поймать без зрительного контроля. И у ней был уникальный элемент, собственно, из-за которого мы очень сильно пострадали. Тогда в Сараево риск себя не оправдал. Лента упала. Оценки были снижены незначительно, и команда получила традиционное для нашей страны золото в командном зачете. Но эта ошибка стоила Оксане участие в многоборье. Но положение третьей лишней совсем не было драмой для еще неопытной на международной арене Оксаны Костиной. Роковым оно станет через несколько лет. А пока что она, став чемпионкой мира в команде и завоевав серебро в личном зачете в упражнениях с мячом, возвращалась в союз с заслуженным чувством победительницы. Она уже стала крутая. Ее, конечно, посетила звездная болезнь, когда уже мы приближались к Олимпиаде. Нагрузки все-таки увеличивались, а соблазнов много. А ей уже 19. И не всегда хочется, чтобы твой тренер тебе диктовал, что ты уже взрослая. Тем более у нас были конфликты. В основном они, конечно, заключались в том, что не выдерживалось уже давление с моей стороны. Личность раскрылась, и она уже взрослая. И, конечно, нужно по-взрослому с ней разговаривать. А я, к сожалению, этого не очень-то понимала. Тогда казалось, что уставшая от подчинения тренеру, спортивному режиму, постоянных разъездов, Оксана начала терять форму. Успех пришел, а энтузиазм пропал. В 91-м году Костиной предстояло участвовать в летней спартакиаде народов СССР. Москва. 5 августа здесь торжественно открылась спартакиада народов Советского Союза. Это были масштабные состязания. Когда-то, на заре советской эпохи, они задумывались как альтернатива буржуазным олимпийским играм. Теперь же на закате страны советов для многих спортсменов они служили трамплином к участию в мировых олимпиадах. И недооценивать их значение было никак нельзя. Но Оксану приходилось заставлять работать. Костина, гимнастка была, конечно, с характером. У гимнастки устают. И у Костина были моменты, когда она уставала от диктата. И Оксана могла сказать, что она больше не выйдет. Такое бывало. Но это быстро проходило. Но к своим 19 годам Костина достигла уже такого уровня мастерства, что стала абсолютной победительницей десятой и, как оказалось, последней в истории спартакиады народов СССР. Это укрепило ее положение в сборной Союза. Но дальше был чемпионат СССР. И тут глобальная усталость сказалась. Оксана стала лишь четвертой. В преддверии Олимпийских игр, когда она проиграла, она сделала ошибку серьезную. А вот готовность номер один, чемпионат Европы, она блестяще выиграла. Выиграла все золотые медали. И стоял вопрос о том, кто поедет на Олимпиаду. По параметрам спорта последние соревнования должны были решать главную роль. Был тренерский совет, где выбирали кандидатуры для участия в Олимпийских играх 92-го года в Барселоне. От страны могли поехать только две участницы, поскольку тогда еще на Олимпийских играх командных состязаний по художественной гимнастике не было. Только индивидуальные. На совете решили, что поедут Александра Тимошенко и Оксана Костина. Решение утвердил главный тренер. Надо ли говорить, что стать олимпийским чемпионом – заветная мечта любого спортсмена? И, конечно, тут уже можно было забыть об усталости и о накопленных обидах. Оксана была счастлива. Ненадолго она уехала с тренировочной базы в Новогорске домой в Иркутск повидать родных. Всегда, когда Оксана приезжала соревнований, проносилась весть – наша косточка приехала. Дети бежали к ней со всей округи. Она любила детей, и дети ее любили тоже. Я была младше нее. Она была бесконечно добрая. Она постоянно меня жалела. Я помню, как она, в общем-то, всегда за меня платила. У нас не было тогда денег. Понятно, что никакой валюты, ни своих карманных денег. И никогда она не считала их. После короткой передышки Оксана вернулась на сборы и начала усиленно работать. Но то был 91-й год. Советский Союз развалился. Теперь представителей объединенной команды республик бывшего СССР должны были утвердить на Совете министров спорта стран СНГ. Пересматривались и обсуждались все принятые ранее кандидатуры. Началась большая и сложная политическая игра. Все-таки по представительству Россия имела самую большую скамейку, длинный состав, большой. Много спортсменов участвовало, а другие республики имели меньше. А то все время оппонентами, особенно Прибалтики, проводил сменение такое, что вот Россия опять всех давит. Но эти вещи такие больше эмоциональные, да, и... А нам надо было сохранить политический равновесие. Поэтому здесь и дошло до голосования, была самая устойчивая. На первом же голосовании министру и россиянку Костину из списков участников Олимпиады вычеркнули. Теперь в Барселону должны были поехать Тимошенко и Скалдина. Две представительницы Украины. Только в июне месяце поднялся этот вопрос, когда в августе уже была Олимпиада. До этого даже не возникало. Тем более, что в 91-м году, в ноябре, я впервые для себя стала абсолютно чемпионкой мира. В общем-то, мне кажется, как по большому счету, наверное, заслуженно должна была поехать на Олимпиаду. Чемпионат СНГ первая, кубок СНГ вторая. Поэтому у каждого своя правда. Не последнюю роль в принятии решения в пользу Оксаны Скалдиной сыграла и влиятельность тренеров. Со Скалдиной занимались известные Альбина и Ирина Дерюгина. Понимаете, почему вот и конкуренция при равных, конечно, здесь сыграют роль и тренеры, и окружающая обстановка. это могло быть. И это, ну, в тот раз получилось у Дерюгиных. Они были очень сильные и продавили, можно так сказать. А Ольге Буяновой влияния в среде спортивных чиновников тогда не было. Но сдаваться без боя она тоже не собиралась. Не с нашим это характером. Мы засучили рукава, мы пошли в газету «Комсомольская правда». Мы обратились с открытым письмом к Ельцину. И оно было опубликовано. И мы оказались в центре, можно сказать, политической жизни в городе Москве. Мы стали приезжать даже компании из разных стран брать у нас интервью. Подключился к этому Шамиль Айнбарович Торпищев, который на тот момент был ответственным за спорт. И поняв, и выслушав нашу историю, просмотрев все протоколы наших соревнований, он решил помочь нам исправить эту большую несправедливость. Самая острая полемика была именно по Оксане. И здесь, то есть, когда вышла конкретная ситуация с Украиной, что кто-то или их представители и наши не попадают, вот здесь начались качели, потому что мы считали, и я в том числе, что Костина более достойная. Общественное мнение и в России, и в мире было на стороне Оксаны Костиной. Но на бесконечных совещаниях побеждала то кандидатура Костиной, то Скалдиной. А тем временем спортсменам уже надо было выезжать в Барселону. Олимпийские игры начинались. Оксана Костина с тренером, совершенно не зная, состоится для нее эта Олимпиада или нет, собиралась в аэропорт. Пан Антонио Самаранч ей дал возможность быть на соревнованиях, быть в Олимпийской деревне, дал такой карт-бланш ей дал. То есть ее искусство уже распространилось по миру и даже дошло до президента Международного Олимпийского комитета. Ну, я тренируя команду Великобритании, я находила возможность давать ей тренироваться во время наших наших тренировок. Потому что ни Советский Союз, ни какие другие страны, конечно, ее на площадку не пускал. Но до последнего дня она тренировалась. Обстановка в Олимпийской деревне была нервной. Две Оксаны, которые еще недавно в одной команде представляли одну страну, Советский Союз и боролись за общую победу, теперь смотрели друг на друга иначе. Мы просто как-то делали вид, что, ну, не видим друг друга, наверное. Хотя это было сложно, потому что у нас довольно-таки были близкие отношения. То есть это не мы же это заварили кашу, да, кто-то сверху, мы не понимали. Кажется, что мир можно перевернуть, доказать правду, все. И это было очень сложно. И каждый, ну, я не знаю, могу только про себя сказать, я не была обижена, я не была этого, но надо было время, чтобы успокоиться и вернуться к тем же отношениям, которые у нас были до этого. Накануне соревнований Шамиль Торпищев предпринял последнюю попытку отстоять Оксану Костину. И уже там, в Барселоне, снова собрал совет. Перед чиновниками выступили оба тренера, и Ольга Буянова, и Альбина Дерюгина. Видимо, Дерюгина выглядела убедительнее. Совет проголосовал семь против шести в пользу Оксаны Скалдиной. Ее вышмыривали, вышмырили, да, просто. Дерюгина вышмырила. Вот мы смотрели со своей дочкой, со старшей, соревнования. Это ее Тимошенко, которая была олимпийская. Она мяч теряла, но Оксану просто в сиденье. В любом смысле ее в сиденье. Оксана как-то отнеслась к этому достаточно спокойно внешне. То есть, как бы, она даже сказала, что наконец-то эта вот бодяга кончилась, когда есть решение, и соответственно не было трагичности в ее взгляде во внешности. Что на самом деле творилось тогда в душе Оксаны Костиной, теперь уже никто не скажет. Хотя, наверное, в той ситуации поражение уже было лучшим мучительной неизвестности. А Ольга Буянова своего разочарования не скрывала. Этот проигрыш для меня был трудным. Я не захотела остаться ни на один день, даже ни на один час. я спросила, есть ли самолет, завтра я хочу вылететь домой. А Оксана сказала мне, что вы знаете, вот мне кажется, что в вашей жизни еще будут олимпийские чемпионки, чемпионки мира. А я не знаю, как, и поэтому я хочу посмотреть Олимпиаду и хочу увидеть это все со стороны. Александра Тимошенко тогда стала олимпийской чемпионкой. Оксана Скалдина бронзовым призером тех игр. Какое место могла бы занять на пьедестале подсчета Оксаны Костина? Рассуждать об этом уже бессмысленно. Как бессмысленно рассуждать и о том, что, быть может, Оксане вообще не стоило ехать в Барселону или следовало улететь вместе с тренером в тот же день? Судьба будто давала ей шансы спастись от роковой для нее встречи. Но Оксана этими шансами не воспользовалась. Мы познакомились уже на обратном пути из Барселоны. А учитывая, что у многих видов спорта, практически у всех, Олимпиады это венец сезона. В отличие как раз от гимнастики художественной, которая еще была впереди чемпионат мира. Поэтому все с открытой душой ехали уже на отдых. А Оксана, учитывая психологическое состояние, которое было, то я думаю, что возвращаясь из Барселоны, она тоже уже возвращалась домой с пониманием, что на этом карьер спортивная закончилась. Эдуард Зиновка – пятиборец. На Олимпийских играх в Барселоне он стал серебряным призером в команде и бронзовым в личном первенстве. Впрочем, все это не было большим достижением. Ведь золото от нашей команды ушло тогда только потому, что упала его лошадь. Хотя зрители поддержали его. Мол, это просто не везение. Такие истории с Эдуардом происходили не раз. Его вообще удачливым назвать было трудно. Я такой человек, что в личные отношения другого, не в своих детей, ну, как она, тоже мой ребенок, не влеза, не должна. Сказать, что он мне, конечно, не очень понравился, естественно, как любой другой маме. молодой человек, ну, дружила она с ним. Я не воспринимала эти отношения как серьезные и понимала прекрасно, что девочки такой молодой и красивой, как-то можно запретить встречаться с молодым человеком, гулять, ходить в кино. Это абсурд. Но не думала, что там это выльется в свадьбу. для Оксаны пришло время подготовки к переходу во взрослую самостоятельную жизнь. Она решила окончательно распрощаться со своим спортивным прошлым. Мы обнялись с ней, поцеловались, в общем, это было последний раз. Это судьба. Вот как это, я не знаю. Ну, правда, говорят, что забирают самых лучших. Расстаться с тренером было непросто. Девушка принесла на прощание огромный букет роз. Но к тому моменту Костину утвердили участницей чемпионата мира в Брюсселе. Состоялась тяжелая ссора с Буяновой. Розы полетели в помойку. Но за этим, как уже бывало раньше, последовало перемирие. У нее была очень так, минорное настроение, скажем, депрессия. И я говорила, как-то неудачно. Как-то мы начали с тобой как девчонки из Сибири. Никто нас не знал. И мы прошли туда. И о нас узнал весь мир, а не только о России. Ну, она говорит, сил больше нет, нет желания с этим бороться, и все. А оказывается, чемпионат мира в Бельгии был допуск индивидуальный. И заменить ее нельзя. То есть от России я вот говорю, нет, Оксана, надо поехать и выступить там. Вот она. Я уже не тренировалась три месяца. Я вне формы, я поправилась. Но тут мы, в общем-то, все дружно, всей нашей семьей спортивной начали ее поднимать. Оксана Костина. А потом был брюссельский триумф. Соревнования, от которых пыталась спрятаться в раздевалке опустошенная жестокостью большого спорта 20-летняя гимнастка Оксана Костина. Конечно, блестящая победа приободрила ее. В жизни появилось много планов и личных, и связанных с художественной гимнастикой. Я такой счастливой ее никогда не видела. На мой взгляд, вот только жизнь, вот все начиналось. Это и так хорошо уже. Она как раз в таком времени получила квартиру, покупала красивые шторы, вещи, всякие разные заграницы. Просто было приятно на нее смотреть, как человек собирается жить дальше. После чемпионата мира в Брюсселе у Оксаны было множество приглашений в турне. Она ездила в удовольствие. И вот перед очередной такой поездкой Буянова решила ненадолго слетать домой в Иркутск, повидать семью. А Оксана осталась в Новогорске. Нам дали квартиру в этом Первомайском там. И у нее портрет такой висел большой, а я встала и смотрела как раз шли соревнования. И у меня что-то в душе еще живая. Вот надо же как сейчас помню, а еще живая. А потом провожали последний раз. Было какое-то чувство не очень. Знаете, целый месяц ходила, меня вот давила и давила. Выезд в турне должен был состояться 13 февраля. 11 февраля Ольга Буянова с самолетом передала для Оксаны какие-то документы, необходимые для этой поездки. Оксана должна была забрать их в аэропорту. Были мы в Новогорске, а ее молодой человек улетал на это время, а потом прилетел, когда из самолета прямо взяли машину полуполоманную, и все ее уговаривали, чтобы она не ехала, что не надо. Летел самолет, у нее нужен паспорт с визой, и она поехала с ним. И по дороге, вот здесь на окружной дороге случилось это несчастье. Из сводок ГАИ. 11 февраля в 11.50 дня на 51-м километре Московской кольцевой автодороги водитель Эдуард Григорьевич Зиновко, управляя личной машиной «Москвич-412» без водительского удостоверения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной ГАЗ-53. Это была солнечная погода, февраль месяц очень солнечно было, и вот навстречу ехал грузовик, причем я так вот развернула за счет, наверное, этих колес, и удар пришелся как раз уже в сторону автомобиля, где Оксана сидела. И к тому моменту, когда я уже увидел Оксану, она уже лежала на снегу, и я не оценил, что это произошло что-то трагическое уже сейчас. 11 февраля 1993 года в 4 часа дня от полученных травм Оксана Костина скончалась. Ей было 20 лет. В последний путь Оксану Костину провожали на родине, в Иркутске. Говорят, хоронили в белом платье свадебном. То ли от того, что так и не успела выйти замуж, то ли потому, что готовилась к этому событию. Сейчас уже у всех, кто был ей близок, своя правда. Давайте так, я скажу, что у нас никаких конкретных планов не было, да, что, правда, там развеять какие-то подвенечные платья это чушь. Более того, это знают там родные, мамы в первую очередь, да, сестра Таня на похоронах был папа мой. Ну, у меня офицер, сейчас уже в запасе там, и по тем временам организовал перевозку тела военным бортом. Пошли ему на встречу там, и все это достаточно, сколько я, ну, знаю, оперативно организовали. Вот. какие-то другие подробности, это, наверное, лучше у очевидцев это спросить, потому что я там не был. С Оксаной Костиной прощался весь Иркутск, прощался с первой гимнасткой-художницей, которая прославила его на весь мир. А еще он прощался с 20-летней девушкой, как вспоминают все доброй, щедрой, стойкой, настоящей сибирячкой. И народу было столько, что если бы, конечно, не наше общество Динамо и не ребята, вот, волейболисты и боксеры, то нас бы просто задавило там. Мы стояли вокруг, а люди, кажется, прибивали, и вся Ленина, все уже площадь, то есть ее хоронили, как вот, я не знаю, как никогда в Иркутске никого не хоронили. С Эдиком мы очень хорошо дружим, часто празднуем семейные какие-то праздники, но мы никогда, никогда не говорили об Оксане. Вот, как-то вот эта тема, она осталась тогда, там, в этом 93-м году. Благодаря Оксане Костиной, Иркутская школа художественной гимнастики теперь считается одной из самых сильных. И мир уже рукоплещет целой плеяди иркутчанок. А Ольга Буянова все-таки вырастила призерку Олимпийских игр, Дарью Дмитриеву. Мы выступали с Дашей на Олимпиаде в Лондоне. И я вспоминала Оксану, и у меня мысль, у меня промелькало, что вот она тоже здесь. И вот такое ощущение какое-то было, поддержки такой, потому что мы с Дашей же тоже шли, это очень тяжело, потому что весь, ну, три месяца решался этот вопрос. Будет она выступать или не будет. История так повторилась точь-точь, как я назвала, история третьей лишней называется. Лондон, это не только триумф мой или Дашин, это триумф и Оксаны Костиной. С тех пор, как не стала Оксаной Костиной, прошла уже почти четверть века. Все, кто участвовал в ее судьбе, нашли в себе силы жить дальше и помнить ее всегда. Первую прославленную ученицу Ольги Буяновой, первую абсолютную чемпионку мира из Новой России, неповторимую гимнастку которая мечтала о второй жизни. Жизни после спорта. Но прожила только одну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok